Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Санитары Подземелья 2. Охота за черным квадратом. Итак, мы вытащили из плена эту стельку, привели зеленого змея к лому и он нам дал задание найти Алису и Миелофон. Но для начала, надо сначала отремонтировать и продать все лишнее. Может что-то прикупить получше. Так, ну пока, значит, Дерсу сразу в схрончик. Ну а Хартман к продавцу обмундирования. Так, Дерсу уже пришел. Отлично. Так, что нам тут оставить? Давайте оставим эти клыки. Так, патроны снимаем. Патроны. Эти тоже. Ну и в принципе здесь все. Да. Так, клык. Ну давайте все вот это поставляем. Да ладно, забираю уже свою пушечку. Так, ну и у Хартмана. Но оставлять у Хартмана нечего. А нет, вот что это у нас? Хвост матерой крысы. Вот хвостик оставим. И все. И больше пока нечего. Ох ты. Кирасочка появилась у нас. Так. Карабин Хана. 12.25. Это продаем однозначно. Тоже. 12.16.23. Угу. Продаем. Так. За ремонт, наверное, дольше заплатим. Дороже. Так что тоже продаем. Кумар трава пока остается. Так. Ну пока пусть будет так. Так, одеваем. Так, вот это другое дело. А у клыка у нас здесь штаники есть. Более лучшие. И жилетики есть получше. Минимальная сила 6. Железные пластины здесь. Ладно, пока посмотрим, что у Дерсу есть. Так, Дерсу у нас вообще без жилета почему-то оказался. Что странно. Так, ну это продаем. Это одеваем. Это одеваем. Это все на продажу. Так. Коньяк тоже. Так. Плык. Оставим-ка мы ему защиту эту. Снимем только, наверное, пластины стальные. Так. Угу. Касочку тоже продадим. А вот еще у нас яд. Ну и пока все. Так, сколько будет стоить ремонт? 100 штук почти. Обалдеть. Ну ладно, оно того стоит. Так. 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 Так, поскидываем-поскидываем. Патроны, патроны. Ящик-сводка тоже. Так, это тоже сюда. Пока все. Так. Хартман. Хартман, Хартман, Хартман. Ну, во-первых, штаники. Эти продать. А здесь патроны пока поскидываем. Сюда нужны 6-ти миллиметровые бронебойные. Оставляем. А здесь 9-ти миллиметровые. Оставляем эти. Так, здесь простые. Заряжаем бронебойные. Берем простых. Так. Эти скидываем патрончики. Так. Клыку, штаны. Так. Это продаем. Ну, не знаю. Оставлять карабин, не оставлять. Да давайте продадим. Так, отлично. Что там по отмычкам у нас? Наверное, по-моему, мы последние взяли. У него все равно их нету. Но они у меня есть у меня. Так. А, хвостик вот не скинул. Хвостик скинем. Так. В принципе, все у Дирсус классно. А вот у Клыка... Ну, у Клыка тоже нормально. А вот Хартману можно было прикупить вот этих патрончиков. Эти тогда скинем. Эти тоже скинем. Так. Патроны мне нужны бронебойные. Так, берем. Ну и, в принципе, все. Все. Каранаты пока оставим. Потому что, мало ли, вдруг еще пригодятся. А, вот. Кепочку продать можно. Чтоб она тут не висела, не мешалась. Так. Ну и к аптекури надо зайти теперь. Ух ты, это что у нас такое? Броневой, ядреный. Стимуляторы. Ну, сплошные стимуляторы. А нету имперских аптечек. Блин. Не помешали бы. Кстати, аптечек-то нету Хартмана. Надо взять. Так. Одну большую. У Клыка тоже ничего нет. Все хорошо. Так. Ну и смотрим по заданию, что у нас. Доставить детали Берту. Давайте сначала отсюда начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую, уважаемый. А вот и твой мешок, уважаемый. Тяжело, блин. Еле допер. Рассчитываю, что при оплате ты учтешь мои страдания. Разумеется, разумеется. Я все-все учту. Я очень учтительный. Во. Отлично. Приятно было сотрудничать. Десять штук. Отлично. Так. Дальше. О случившемся Патрику давайте расскажем. Не принял его подарочек. Уважаемый, я знал, что моя симпатия будет взаимной. Я надеялся. Ты тоже симпопо. Но как оно? Как прошло? Рассказывай. Ну, в общем, как бы это помягче. Любовь твоя от подарка отказалась напрочь. А писульку от тебя порвал, не читая, и пустил вовь по ветру. Ааа, нет. Лично я предполагал, что это пидор, но видимо не до такой степени, как ты, потому что любви у него к тебе никакой нету. Как ковар на жизнь, сказал ежик, слезая с кактуса. Кажется, так говорят в подобных случаях. Прекрати, прекрати, ты не знаешь, не умеешь, свинья бесчувственная, верни Боло, я сам к нему пойду. Да на, держи, а то щас соплями забрызгаешь. Ты грубый, неотесанный, потный и противный мужлан. Как я мог довериться такому? Убей себя в стену, жертва аборта. Ха-ха-ха, это точно. Так, хорошо, что сюда? Ага, 10 жетонов и 10 паспортов. Ну давайте дадим сколько есть. Сколько он за него даст? За каждый паспорт. Кстати, а... Надо, наверное, себе собрать их? Или без разницы? Так, у меня здесь только один паспорт. И еще тут. Вот три паспорта. Вот три паспорта. Ну что, разговариваем со ржавым. Че опять глаза мозолишь? Трофей приволок. Паспортов притаранил. Давай. Еще есть чего? Или это все? У меня другой бизнес. 450 монет. Всего лишь-то? Да, не густо. Так, дальше. Здесь у нас что? Угу. Сейчас быстренько пробежимся по заданиям по всем. Так, суночков не видать. Тревожные новости дошли до ушей моих. Куда-то пропал торговец травами Сянь Ло. А они так нужны храму. Уже долгое время лавка его закрыта. Не хотел бы обидеть понапрасну, но не связаны ли его пропажи с моей просьбой к тебе? Дался тебе этот китаец. Одним больше, одним меньше. Может странствовать подался. Черт знает, что с ним случилось. Не моих рук это дело. Жаль терять налаженный канал. Но что делать? Бог дал, Бог взял. Будем искать замену. Запасов на какое-то время хватит. А там глядишь, и подвернется что... Эх, ворозуми Кондратий. Но останавливаться нельзя. Нужно двигаться вперед по пути предначертанному нам братом Господа. Готов? Излагай суть. Растекаться соплей по стенке не надо. Прояви локальность. Как тебе, наверное, известно, наше святое братство ведет неравную битву с секцией кондратомерских людоедов. Держимы мы с кондратовой помощью, но до полной победы вы далеко. Эти недостойные упоминания отброса человечества всячески вредят учению и ученикам Кондратия. Нападают на обозы, священников, чиняют жестокие расправы над послушниками. Братство дает достойный отпор по мере сил. Чтобы дальше могли мы любыми правдами и кривдами вести людей ко свету, добру и Кондратию. Однако дошли до меня ужасные слухи, что в городе появился гнойник, нарыв, состоящий из группы каннибалов-экстремалов. Это недопустимо близко ко храму нашему. Прошу тебя разобраться с этой заразой как можно скорее. Да пребудь с тобой Кондратий. Ты хочешь, чтобы я нашел, да и замочил всю эту шоблу? Хотелось бы, но нет. Эти заблудшие души, конечно же, заслуживают скорейшего суда, Кондратьева. Но опять же, нет. Сначала нужно установить, насколько эти слухи правдивы. Может выяснится, что их распространяют те же алкаши, что недавно рассказывали в сказке про какую-то втулку. Но может получиться и так, что это правда. Тогда людоедов надо найти как можно скорее. Так. Получил новое задание. Ладно. Что у нас здесь? Ага. Отцу Виндига сообщить. Ну, походу, это и есть людоеды-то. Экстремалы. Хотелось бы услышать, что поставки травы Кондратаманам почему-то прекращены. Канал поставок травы Кондратаманам перекрыт. Правда, старичок оказался непонятливый. Пришлось отправить на удобрение. Отлично. Это мясо все равно было с гнильцой. Не всякому бы понравилось. Теперь, когда старичок не будет путаться под ногами, можно заняться чем-нибудь посерьезнее. Делать мелкие пакости Кондратолюбом прекращаем. Пришло время нанести серьезный удар. Хочешь их пришить прямо во время послеобеденной молитвы? Это был наш секретный план. Многовато ты знаешь. Придется уже идти до конца. Спрыгнуть тебе теперь не разрешим. Понимаю правильно. Вопрос безопасности. Да я не собирался спрыгивать-то. Идем вместе до победы. Нашей победы. Кондратаманов ненавижу люто. В чем тут дело, сам толком не понимаю. Но вот так. Да, все именно так и должно быть. Видишь, это Кондратаманское отродье. Это ихний брат Химик, который делает, делал для них адский напиток. Мы смогли его захватить благодаря твоей помощи с халатами. А сейчас выдвигаемся в крестовый поход против неверных. Предлагаю съесть его за успех нашего начинания. Ээээ, нет. Воевать с Кондратаманами пожалуйста. Но жрать их? Уволь. Я не людоед. Еще. Пока. Еретик среди нас, братья. К оружию? Обалдеть. Ну вот. Так, мы в начале Хартмана. Так, сюда. Сыкот. Да, давай Хартман. Что, еще один остался? Да, еще кто-то есть что ли? Так, подожди, подожди. Что-то я не вижу-то. А, вот они вы. Ох, сколько тут вас. Ужить тебе, ублюдок. Еще одному в голову. Умри. Так. Ну давайте порыскаем тут все, позабираем. Так. Перфоратор еще остался. Так, сундучок откроем. Ох, тут еще специальный ключ. Ну давай обыщем. Так, патроны. Жилетик. Следующий. Патроны. Патроны. Так, а ключика-то ни у кого нету. То, что к патрону. Так, ну вроде все. Общаемся с этим химиком. Ох, слава Кондрату. Не думал, что живым останусь. Еще немного и сожрали бы с потрохами. Резко двигай отсюда. Полуфабрикат. Так. Ладно. Но ключик так мне. Где взять-то? Нету, нету ключика. Ладно. Так. Ага. Что у нас здесь? Передать ножик. Давайте передадим ножик. Так. Что-то у нас по заданиям. Ну, наконец-то добежали. Эй, пацанчик. Ты здесь не мельтеши. Думать мешаешь. Приветствую, уважаемый. Имея поручение, должен передать вам нож. Ну, наконец-то. Че ж так вяло ползаешь-то? Лох ты печальный. Прижучит бы тебя. Ну да ладно. Я сегодня добрый. Пыли отсюда, чтобы больше не воняло. Только перо сперва отдай. Сперва бабло гони, Бэтмен. А то я ведь могу твои тупые наезды и услышать. Да ты вообще поляну не сечешь. Говноед, вяленый. Ничего, я тебя сейчас манером-то обучу. Так, а сечка? Какая сечка? Да, стреляй уже. Тоже мне, блин. Так, обыскиваем его. Ничего нету. И для чего все это надо было? Так, дальше идем по карте. Что у нас тут? Ага, это Алиса. У нас здесь добыть пока не будем. Ингредиенты, рецепт и алкоголь. Ящик у нас там, по-моему, еще есть один. Обломова. Давайте сначала водку продадим. Так, водку тебе принес. Отлично. Ну и теперь с Джим Бобом разговаривать. Для него есть рецептик. Рецепт достал? Вот тебе мега-рецепт столетия. Пользуйся, вспоминай мою доброту. Да-да, это он. Ну теперь дело пойдет. Я богат, я богат. Расскажи теперь, что случилось, когда ухо потерял. В тот вечер я хорошо отдохнул в портовом борделе. Был чуть навеселее. Домой пошел уже затемно. Потом резкая боль в затылке и темнота. Очнулся уже без уха. Оно валялось рядом, на земле. Сначала даже я не понял, что это такое. Подобрал, сунул в карман. И к доктору Штрафу. Теперь почти незаметно, что пришито. А как тебя, такого черного, пустили к белым в святые святых? Это мой маленький секрет. Мой и Ани волшебный. Больше никто не в курсе. Но теперь еще и ты. И никто не увидел, что тебя еще с детства гуталином обмазали? Это совсем просто. Нужно лишь добыть правильный балахон. Тогда проблема сразу решается. А Аня, моя любимая проститутка. Почти как жена. Хожу только к ней. Она никогда не выдаст. Может еще что вспомнишь? Какие-нибудь незначительные на первый взгляд детали? Ничего поразительного вспомнить не могу. Ладно. Так, это сделали. Дальше что у нас здесь? Антуану. Давайте к Антуану заглянем. Антуан, приветствую твоя, белый человек. Пришла пора Антуану познать радость. Проблемы с поставкой кумар травы устранены. О, небеса, слышишь, моя? Хартман, оказайся, не цирк Шапито, хотя Антуан сомневайся. Хартман, рука давай. Какой проблема была у Сулай? Моя не хотеть, чтобы такой проблемой появиться опять. Проблема была простой, Антуан. Твоему бизнес-партнеру Сулаю нужен был дождь, а у шамана была своя проблема. Хартман решил все проблемы, в том числе и дождевую. Дожди теперь будут регулярно. Хартман замолвил за тебя словечко на небесах. О, да, в последнее время у шаманы был сильный проблема. Очень-очень сильный шаман Лорд Демид постиг лютой смерть. Кто-то нападай, ограбляй. Лорд Демид, защищайся как лев. Вызывай колдовством стаи большой-большой паук. Но враг натравляй на сам Лорд Демид его паук. Лорд Демид, умирай, паук тоже умирай. Даже Унган очень волновайся. Эка, ну у меня все было проще. Чутко помог тамошнему шаману, да и дело с концом. Да, Антуан забыл платить работу, это нехорошо. Вот моя плата. Очень кстати. Да, чуть не забыл. Сувай опечален задержкой поставок по контракту и передает все свои запасы у комар травы на черный день. Счет уплаты за должности. Получай. А, я это ожидаю. Хартман очень редкий белый, потому что честный белый. Антуан теперь друг Хартман. Антуан теперь будет давать хорошая цена за трава. Если Хартман принести, продавай. Хартман будет доволен. Учту. Я же не хочу оставить северный без носков. Так, отлично. Пять штук получили. Дальше что у нас по заданию? О, внести Ваньку в Станьку. Как Ванька в Станьку? Поиск идет. Глянь-ка, это оно? О, наконец-то. Давай скалей. Не могу терять ни минутка. Аниска уже заздалась. Теперь, пока мать не начала действовать, расскажу о нападении. Что там случилось? В тот весер ходил я к Аньке волшебной и передал ей слишком много силы. Теперь Ане придется ее вернуть, потому что у меня есть Ванька в Станьку. Способы возвращения силы предлагаю опустить. Интересует не это. Так вот, по дороге домой на меня кто-то напал. Если бы не потерял сил, то возможно удалось бы отбиться. А так я получил сильный удар и потерял сознание. Очнулся без уха Узы. Оно лизало рядом. Дальше тебе, наверное, все известно. Наутро пришел ко доктору Страуху и он пристил ухо обратно. Какие приметы ухореза запомнил? Кое-что удалось рассмотреть, хотя было Узы темно довольно. Он был маленький рост, худосявый. Лицо не рассмотреть, потому что маска был на нем. И все, был он сверху голый. И на грудь татуировка игральной карты. Это уже что-то. А как тебе удается проходить в бордель, которую держат белые? Это мой маленький секрет. Не хочу раскрывать его преждевременно. Попробую угадать. Ты приходишь туда, одев балахон, верняк? Не стану скрывать, именно так все происходит. Аниська нравится свесенники. Мы часто играем в отпустение грехов. Она рассказывает, как согресила, а я ей назнося наказание за это. Тонко намекну. Все жертвы маньяка были в балахонах. И посещали портовый бордель. А теперь, судя по раскладам, еще и заглядывали к Аньке. Тоже все. Если подозреваясь Аню, то напрасно. Будет Нузана готов поруситься за нее. А лучше всего сам поговори с ней. Скорее всего так и сделаю. Так, что теперь у нас? Допросить Аньку. Так, и доложить об успехе. Аньку. так ну-ка анечка иди к нам допросим сейчас тебя с пристрастием как умеет хардман или кабан привет милый рада что ты пришел ну что подруга считаю уже допрыгалась колись животное где твой дружок ухогрыз обдолбался родимый ударился обо что твердо или бабы давно не было какой ухогрыз все мои клиенты люди проверенные и обеспеченные нюрка не зли меня переглядись и ужаснись все жертвы перед нападением маньяка заглядывали к тебе плюс одеты были одинаково в балахонах стало быть ты либо наиводчица либо соучастница предлагаю немедленно раскается пока к тем же выводам не пришли серьезные люди если бы не знала кто ты такой подумала бы что легавы вот только не откуда им тут взяться да и не стал бы настоящий легавы такое фуфло предъявлять так вот дорогой мужички в рясах меня заводят сильно заводят я сразу вся мокрая становлюсь как только вижу такого умные люди этим пользуются а не веришь спросили пилу ламбразовича он меня наблюдал даже одно время такая я была повернутая глядишь эпохогрызу этому поможет ему как раз всех дуриков свозят что же ты раньше молчала овца будешь наказана и чем же ты собираешься мне наказать милый тьфу на тебя животное так ладно идем туда ложим по-моему это он на третьем этаже к нему да паксин убедил кого-нибудь из тех кто нам нужен поработать на нас времени осталось немного можешь поздравить все парни в деле знаю мы уже на цели готовить операцию ты снова отлично проявил себя мне это еще больше не нравится по мне так лучше бы ничего не вышло ну ладно не будем снова начинать пустой разговор зайди к сингфунгу там кто-то у него потерялся не знаю зачем ты провоцируешь конфликт впрочем неважно пойду поговорю сингфунган так а вон где у нас этот сингфунг да здесь же в магазинчике он там так и до поварить с профессором тоже интересно эти уши отгрызает привет а как делистки надеюсь отлично паксин сказал что у тебя какое-то задание для меня да дело серьезно готов взяться слышал будто у тебя кто-то потерялся помощь нужна да ты как раз вовремя недавно мы потеряли связь с одним из наших бойцов по имени гань вэй ему было дано секретное задание связанные с наркоторговцем гунди нужно выяснить что случилось гань вэй если он еще зыб постараться вырутить к сожалению больше сказать не могу да действительно и слишком сведений что то нет хорошо посмотрим что можно сделать так ну и где это можно будет сделать а сюда ну давайте сюда снова этот гунди эй эй что случилось мая ничего плохого не делать правда подумай как следует и скажи не крутился ли тут недавно как какой-нибудь подозрительный китаец был один совсем без башня начал говорить что от яншу хотя яншу совсем недавно умирать когда мы начинать его хватать очень сильно драться убивать 4 брата потом мы его связать бешеный а потом что с ним стало сначала хотели убить но потом решили продать его убар торговец рабы отлично пойду посмотрю что за зверь так по моему это где то тут недалеко или все таки не здесь это с профессором поговорить это с профессором поговорить так почему-то отменено все странно 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 ну да ладно идемте в психбольничку в больничку это опять вы юноша с чем на этот раз не знаю добрались до тебя слухи или нет но говорят в городе появился маньяк отгрызающий людям уши док у тебя все же маньяки наперечет может в практике уже были такие случаи о интересно говорите маньяк в городе отгрызает уши так 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 продолжать я слушаю скажите у вас были черепно-мозговые травмы в детстве наша общая знакомая а не волшебная в приватной беседе сообщила что ты крупный специалист по маньякам если она не права на этом закончим всего хорошего ах аня помню помню очень интересная девочка такие необычные фантазии хорошо расскажи все подробно не упускай ни одной детали это очень важно факты совершенно очевидно указывают на одного нашего больного его обнаружили в театре глобус как раз когда он отрезал себе ухо а дали нам даже помню его имя маленький щуплый китаец средних лет на груди татуировка да это точно его проделки долго он у вас тут кантовался несколько месяцев вел себя тихо рисовал картины поливал цветочки я уже собирался изменить режим содержания когда он сбежал неожиданно набросился на санитаров откусил ему ухо пока тот приходил в себя переоделся в его одежду и спокойно вышел из больницы было это около месяца тому назад если память не изменяет гляжу не особо вы торопились с поимкой а какой смысл его рано или поздно либо грохнут либо опять к нам сдадут чего суетиться то да кого от него спасать тут звери похлеще встречаются и ничего живут если хочешь поймать гоги повторить действие жертв одень балахон и вечером прогуляйся вокруг складов в порту только один ходи он маньяк а не идиот можно попробовать думаю тассан подойдет для приманки кроме того он лицо заинтересованное на кого приманивать решай сам главное чтобы он мог выдержать пару ударов дубинкой и не скопытился после этого у тайсона голова крепкая наверное всю жизнь на ринге провел а может и родился там же так ну теперь с тайсоном можно поговорить приветствую твоя может торопиться с расследованием дело плохо пахнет моя репутация тоже начинает портиться плохо для бизнеса кое-что разузнал по твоей проблеме уже хорошо моя рад что человек нашелся как брать думаешь знаешь как говорят на живца и зверь бежит хочу тебя в качестве приманки выставить операция маскарад сыграешь роль жертвы я посижу в засаде согласен на такой расклад моя согласен что нужно делать оденешь балахон и будешь гулять в портовом районе неподалеку от складов я сяду в тихом месте так чтобы не терять тебя из виду и буду ждать когда клиент созреет попался мутант косорылый говори быстро сучок китайский зачем уши откусываешь заткнись 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 как звать отвечай почему нападал на людей в балахонах отвечать заткнись урод эй тассен хочешь откусить ему ухо нет моя больше никогда не будет откусывать уши моя выше этого что твоя собирается с ним делать пожалуй сплавим доктору ламбразовичу он будет рад его снова увидеть верняк моя согласен маньяк опасный профессор вылечит маньяк только твоя пусть сам тащит психа в больницу моя надо идти чтобы готовить бойцы к выступлению когда твоя освободиться приходи для награда слышь мутант косорылый на выход топай на два шага впереди меня дернешься башку в жопу забью а где крыша дэн добрый вечер профессор к вам пациент добрый вечер дружок добро пожаловать домой Это тот самый маньяк, что уши резал, помнишь? Ну теперь-то мы ему точно мозги заштопаем. Я как раз новый метод лечения разработал. Соматическая стимуляция психических резервов организма модулированными колебаниями тока особо высокого напряжения. Не хочу колебаний. Вашингтон, отведите нашего друга в комнату отдыха. Будет сделано, профессор. Хартман, не желаешь ли присутствовать на процедуре? Спасибо, своих дел полно. Так, мы возвращаемся к Тайсону. За наградой. О, приветствую. Прими благодарность за спасение моей репутации. Ну и за поимку маньяк, конечно. Больше радости на лице. Теперь никто не покажет на тебя пальцем и не скажет «Вон он, подлый Тайсон ухогрыз!» Дело с маньяком благополучно разрулилось. Жалею, что тот козлина соскочил на больничку, а не к моя в подвал. Но это твой выбор. Чего тут рассуждать? Моя рада, что все закончилось. Теперь, когда твоя задница и репутация в безопасности, пора перейти к той части договора, где говорится о вознаграждении. Три десятка тысяч монет хватит для твоя? Хватит, вполне. Тридцать штук, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!